Но сегодня, сейчас, дорогие, я хочу поделиться с вами очень такой интересной темой, необычной темой. Сомневаюсь, что ты ее слышал. Особенно в церкви об этом не говорят. Это такая тема, которая, не скажу, что она сильно популярна среди церквей. Но мне нравится, что в последнее время Бог дает откровения, которые меня цепляют, и мне почему-то кажется, оно и зацепит тебя. Потому что если откровения Божьи, я так рассуждаю, если они касаются меня, они могут прикоснуться к самого последнего человека. В откровении Божьем есть что-то особенное. Есть такая специальная сила особая. Я хочу с вами поделиться на такую тему. Оптимизм верующего. Вы часто в своей жизни встречаете оптимистов. Я хочу быть этим человеком, дорогим, чтобы быть добрым примером для всех вас. Не знаю, как у меня получается, но вы, наверное, те судьи, которые могут определить. И, знаете, я всегда в жизни стремился к тому, чтобы меня тоже окружали оптимистами. Как-то с оптимистами всегда легче жить. Легче шагать по жизни. Знаете, когда происходят какие-то негативные события в жизни, а их, к сожалению, не мало. И, к сожалению, мы имеем в виду хорошие события в жизни. Например, болезнь прикасается человека. Например, болезнь прикасается человека. Или, допустим, какие-то атаки дьявольские происходят. Или даже с людьми какие-то конфликты, конфронтации. Или даже какие-то неудачи в жизни. Посмотрите, сколько людей сегодня. Я никогда не думал, что такое может быть. Ну, в разводах, допустим, да? Или еще какие-то там неудачи в жизни. Или еще какие-то там неудачи в жизни. И вот как никогда я понимаю, что сегодня в Церкви Любовь Божья, в которой мы находимся, нужно поднять этот уровень. Уровень оптимизма, вы знаете. И мы будем сегодня говорить, откуда он приходит вообще. Что об этом говорит Слово Божье, да? И так, мы с вами сегодня двигаемся в этой теме. So, today we're going to move in this topic. Оптимизм верующего. Оптимизм of a believer. В моих глазах. In my eyes. Ты самый оптимистический человек. Ты самый оптимистический человек. Знаете, я смотрю на вот этих двух молодых человек. Олечка и Коля. Знаете, они всегда. You know, they always. Приезжают на церковное столкновение. Знаете, у них какая-то есть вот женщина. Жажда. Какое-то искание. Хотя их ситуация не совсем может быть в наших глазах хорошая, да? Maybe situation not good in our eyes. Я сказал, приезжают, потому что они приезжают действительно на этих колясках, да? И мы часто смотрим со страданием на них, да? Хотим чем-то помочь. Но, знаете, для меня это хороший пример. Если у них есть желание служить Богу, то у нас, здоровых людей, тем более, дорогие, должно быть, это желание. Это вызывает чувство благодатности Богу. И восхищение Богом, какой он милостивый ко всем нам, дорогие, какой он милостивый ко всем нам, дорогие. Как его благодать Божия сегодня на тебе, на твоем доме, на твоей семье. Знаете, вот оптимист, он может, даже из любого негативного события, превратить его, такое, знаете, вот позитивное событие. Помните мою проповедь? Преврати свои неудачи во что? Не слышу. Преврати свои неудачи во что? Что-то вы слабо говорите. Если так у вас и в жизни, дорогие, то это слабо. Преврати свои неудачи во что? Дай Бог, конечно, чтобы вы были более уверены в этом. Потому что это возможно, вы знаете. Об этом говорит Слово Божье. Слово говорит, что верующему все возможно. И Богу, Господу, все возможно. И когда мы слышим Слово от Бога, что Он исцеляет, мы хватаемся за откровение. Может быть, какое-то время мы боремся. Может быть, какое-то время мы боремся. Но приходит победа во Христе. Но victoria comes in Jesus Christ. Hallelujah. И знаете, вот недавно такой случай один услышал. В одной семье у одного человека было два сына. И он однажды решил провести такой эксперимент. Дело в том, что один из его сыновей был такой оптимист по жизни. Один из его сыновей был такой оптимист по жизни. Второй был такой пессимист. И он на все смотрел как так вот негативно. Ему все время я сказал, аааа, это плохо. У меня родители, мне не повезло с ними. У дом слишком маленький, семь тысяч шкурпит. Мне нужно больше. Однажды отец думал, вот как поступить. И он сделал такой эксперимент. Дело в том, что это были ближняшки, два брата. И на день рождения он решил сделать им подарки. В комнату, в которой жил такой пессимист. Он принес огромный ящик. Наложил много-много разных подарков. Закрыл его. А в комнату второго сына, который был оптимист. Он взял кусок навоза. Он положил его на картонке прямо посреди комнаты. И вот он ждет, когда сыновья берутся за школу. И вот он наблюдает картину. И вот он заходит первый пессимист в свою комнату. И видит огромный ящик. И он пнул его на голову. И говорит, расставили здесь всяких ящиков. Отец, что это такое? Ну, отец ему говорит, открывай. И деда says, hey, open. И мы стараемся открывать этот ящик. И доставать оттуда множество разных красивых игрушек. И он вдруг начал говорить. И он вдруг начал говорить. Что это такое? Теперь все мне нужно разворачивать. Now I need to unwrap all of these. Столько много бумаг и потом выносить отсюда. So much paper I need to take out of this. You make it simpler. На мусор или мне в моей комнате. И он brought me some of this garbage. И отец решил заглянуть в комнату, где жил его второй сын. decided to look in the room where his optimistic son. He opened the door and said, how are you, son? Он говорит, папа. He said, dad. Какой, говорит, чудесный подарок. I have such a nice gift. And dad's eyes were just like enlarged. And his son go and look around. Every. Shelves in the corners. He said, son, what are you looking for? He said, I should to find it. I should find a horse. Because there's a piece of manure. Probably I have a horse being gifted to me. Он побежал на улицу. And he ran outside. Знаете, оптимист. You know, оптимист. Он всегда оптимист. He always optimistic. Even when he saw a manure. Он и тогда радуется. He still being joyful. And pessimist. Вот сколько ему Бог дарова не дает. How many gifts he's been gathered from God. I saw Christians who got such a big miracle from God. According to my logic. They have to serve God. More than somebody who didn't get a healing or anything. But it appears that they are gone and stop following God. I have many questions coming out of this. The main question is. Кто я? Who am I? Who are you? Are you an optimist? Are you an optimist? A person of faith? Or are you a pessimistic person? Who constantly being unpleased? Oh, again there is somebody singing in church. They are raising their hands. О, опять этот пастор Делал неделю пусты и молитвы И когда слышу все это 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 Некоторым людям Мне хочется пингвили Подать место дать Ну, слава Господу Господь как-то удерживать В этом плане Но, praise God God just holds me up Но я понимаю, знаете, дорогие Но я понимаю, знаете, дорогие Но я понимаю Нужно делать какую-то революцию В нашем мозгу That we need to make Some revolution in the life Бог такой великий Бог 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 is so great God Взял и вошел в наше сердце Он послал Духа Своего Святого В нашу внутренность Он послал Сына Своего На крест вместо нас Но у нас часто порой Так мало благодарности Богу Почему это происходит Почему это происходит Кто мы? Мы оптимисты, люди веры Мы оптимисты, люди веры Или мы пессимисты У которых все выглядит негативно Я думаю, родители меня понимают Я думаю, родители меня понимают Когда мы обеспечили своих детей Особенно в Америке У них есть все Им исполняется 16 лет Они ссорятся на автомобиле И язык Но когда я слышу, дорогие Когда дети Они робчат Я понимаю, что-то неправильно Что-то нужно менять Нам нужен правильный дух от Бога Нам нужен правильный огонь с неба Нам нужно его помазание и сила Способное так трансформировать сегодня человечество Чтобы из негативного человека Сделаться оптимистом человеком веры Вы понимаете? Ибо я молитва сегодня Чтобы это произошло в твоей жизни Халлелуя Давайте подарим Господу Хорошие аплодисменты Я вам скажу, дорогие Мне лично нравятся оптимисты Когда они смотрят даже на навоз И в этом находят что-то позитивное Вы знаете? Чем те люди, которые имеют все Но постоянно недовольны Кто-нибудь скажет аминь сегодня Вы понимаете, ваш аминь Это утверждение Божьей истинное Вот даже как мы сейчас говорим аминь Мы показываем, мы оптимисты Или мы пессимисты Скажи громко Пессимисты Пессимисты Скажи громко Аллелуя Подари Господу хорошие аплодисменты Praise God Знаете, будучи пастором много лет Я заметил, как важно, чтобы меня в служении окружали активные I noticed that I would like to be Surrounded by active optimists Who believe Believe in God Not God This religion taught us Teaches us The thing is, many Christians today They know only the law But they don't know Anointment Many people read Bible But they don't know the power of Holy Spirit Who is able to make miracles Я знаю одно, дорогие Если это будет во мне Вокруг меня будет цветущий сад Через меня Бог будет творить чудеса и знамения Я знаю, если меня будут окружать вот такие люди веры Сто процентно пробуждение придет в наши города, дорогие Сто процентно наши семьи будут спасены Сто процентно наши дети пойдут за таким Господом, дорогие Вы понимаете? Часто дома мы сеем негативизм Часто дома мы сеем в сердца наших детей разрушительную силу И всякий раз, когда мы сами не понимаем Бога И неправильно Его истолковываем Дело в том, что я заметил, люди, которые живут по закону Они самые скучные люди Люди, которые усвоили только закон Но не приняли силу Духа Святого Это очень слабые христиане Лично мое наблюдение Что чем ближе человек к Богу Он не только помазанный Через него не только действует сила Духа Святого Он оптимист по жизни Он не знаете вот ничтожного как Бог Извлечет драгоценность Он не может быть таким человеком Если хочешь, поднимите руку сейчас Понимайте, это огромная сила, которую мы сегодня недоцениваем Это огромная сила, которую мы сегодня недоцениваем Когда ты на работе оптимист When you are at work You are optimist Oh, вот зачем Босс заставляет меня делать эту работу Вы узнаете, да? Дайте, есть всегда два взгляда Один приходит на эту самую работу Один приходит на эту самую работу Я приехал на работу Подскажите мне, что запомнил Как на праздник, да? Это, согласитесь, может быть только оптимист Вот чтобы на работу ходить как на праздник Вот чего-то, наверное, нам это трудно понять, да? Это трудно понять, да? Но нужно быть действительно оптимистом Но мы должны быть оптимисты Чтобы работать как на праздник И смотрите По жизни, вообще оптимисты Они не имеют больше успеха И я верю, дорогие, у нас все получится И я верю, дорогие, у нас все получится Если ты заметил, что у тебя В разуме, в сердце Какой-то негативный дух Ты замечаешь, что ты пессимист Можно уменьшить так громко? В два раза уменьшить Найдите Сашу, пожалуйста Очень громко И смотрите, вот люди, которые Они поняли Насколько это важно Насколько это хорошо Насколько это правильно Насколько это правильно Они Меньше еще в два раза Можно еще, очень громко, пожалуйста И, знаете, вот Для того, чтобы быть таким, знаете В духе победителя Для того, чтобы достигать Цели Божьей в своей жизни Для того, чтобы быть успешным человеком Нам нужно иногда Библия говорит, наблюдайте за собой В вере ли вы Давайте прочитаем одно место Притчи 7-10 глава Проverbs, chapter 17, verse 22 Веселое сердце Оно благотворно Does good Как врачебство Like medicine А унылый дух But a broken spirit Что делает? Скажите Сушит даже кости Дряс the bones Вы знаете, кости Это невозможно засушить Вы пробовали когда-нибудь Сушить кости? Did you ever try to dry bone? А вот сварливая жена у нее получается Вот как написано в Библии Вы пробовали когда-нибудь Ну вот рыбку сушить, да? Смотрите Когда ее на солнышко выкладываешь, да? Когда ее на солнышко выкладываешь, да? Она сохнет, уменьшается, уменьшается Ну когда вы ее открываете Кости не усыхают Бывает мясо такое вот Уменьшается, уменьшается, уменьшается Когда в магазин идешь Выгоднее, чем суши Но я не люблю слишком сухую рыбу Я люблю, чтобы она была такая Слегка влажная, да? Она самая вкусная такая Но вот что интересно Всякий раз, когда я эту рыбу открываю Кости остаются такими же Прошло 6000 лет А люди откапывают человеку кости Они как были Какого размера были, такие остались Но кости не ссыхаются, вы понимаете? Но есть одна опасность, послушайте Но есть одна опасность, которая предупреждает Слово Божье Не дай Бог никому такого Слово Божье называет это Дух пессимиста Это унылый дух Знаете, вообще это страшно видеть, когда Верующие люди Они живут в депрессии, говорят 60% людей живут в депрессии Но я понимаю, что депрессия Это и есть часть Того унылого духа Но это уже бесовский дух И очень важно, чтобы мы могли Различать эти вещи И в чем опасность этого унылого духа Что он может даже кости сушить Уменьшить, вы понимаете? Знаете, вот как-то люди, когда они оптимисты И они вот идут, шагают по этой жизни Они часто встречают проблемы Но они по-другому на них смотрят Они говорят, это навоз Наверное, с навозом должно быть что-то хорошее Знаете, и нам нужно сегодня научиться Вот из каждого события в жизни Извлекать полезное Не зря написано, что у верующих в Бога Все содействует ко благу Вот задайся вопросом Почему в нашей жизни очень часто бывают трудности Я думаю, Бог чему-то хочет научить Согласитесь Бог хочет подарить еще одну победу Бог хочет научить тебя молиться Бог хочет в этом научить тебя Больше доверять Богу Бог хочет научить тебя Из ничтожного Сделать новое чудо Это называется победа во Христе Иисусе Победы, они не бывают без войны Вы понимаете? И вот оптимист, он понимает эти вещи И когда приходит какая-нибудь очередная неудача Он рассматривает ее Как возможность великой победы Будет ли это твоя семейная проблема? Будет ли это твоя проблема со здоровьем? Экономическая проблема? Может быть, у тебя натяжки с друзьями Или еще что-то там? Ну, Бог, поверь, хочет превратить это в победу Победу Подари Господу хорошие аплодисменты Знаете, мы живем в таком регионе Нам говорят, нам солнца не хватает Дождей много А вот смотри, когда лето Солнышко светит Ну, выползи ты со своей хаты На улицу случайно Ну, ляжь ты на эту лежаночку Принимай ты этот витамин Д Который дает витамин радости и веселья Знаете, а у меня времени нету Оптимист, он всегда использует ситуацию Оптимист даже в хорошей ситуации Найдет себе извинения И будет говорить О, я живу в Орегоне Витамина Д мне не хватает Я думаю, что у тебя витамина Р не хватает Чтобы по одному месту думать Как всыпал хорошенько ремнем Жалко в этой Америке запретили Этот витамин применять, да? А он так нужен, полезен бывает иногда От него бывает пользы иногда Больше, чем от витамина Д Дай Господь, чтобы у нас была мудрость Смотрите, веселое сердце Оно благотворно Оно, смотрите Как врачебство Сколько людей я видел в этой жизни Которые страдали От каких-то болезней И некоторые умирали Не всегда у всех все получается Иногда это может быть там Ну, наверное, уже определение Божье Но, к сожалению, очень часто я видел Когда человек впадает в такую депрессию Пессимизм Когда у него в жизни не получается И Библия говорит об этом От того из вас многие немощные и больные И даже умирают Знаете, мои верующие люди должны Извлечь что-то полезное из этого И понять, что Знаете, веселое сердце Это значит радостное сердце Я вам скажу честно Я люблю веселых проповедников Знаете, я вам скажу честно Мне больше нравятся веселые люди Мне нравится больше Находиться среди радостных людей Потому что Слово Божие говорит Христос говорит Чтобы вы имели радость мою Подскажите Не слышу Ну громче скажите Совершенную Что такое совершенная радость? Это веселое сердце Когда ты с верой смотришь в будущее Мужчины, читайте 30 главу притчу А женщине, которая написала Весело смотрит Куда, подскажите мне Не, да не ты, читайте Куда она смотрит В будущее Знаете, мы часто уткнемся носом Вот в настоящее Вот я неудачник Вот у меня не получается Вот я берусь за бизнес А он не процветает А ты посмотри в будущее А ты посмотри на свою жизнь Во Христе Иисусе А ты прочитай Немножко Слово Божие Которое говорит Благословен Бог Благословивший тебя И меня во Христе Иисусе Всяким духовным благословением Будь немножко такой Духовной личностью Которая не концентрируется На сегодняшних неудачах А верою смотрит В свое будущее Молодые люди Которые еще не женаты Не замуж Посмотрите на меня Бог имеет для вас Великую судьбу Он имеет для тебя Хорошую жену Или хорошего мужа Ты скажешь Пастер Неужели такое может случиться Женщины Послушайте Если вы не замужем Бог хочет вас благословить Вот смотрите в свое будущее И увидьте себя Во Христе Иисусе Увидьте свое благословение Знаете Радость и веселье Принадлежит людям Имеющим откровение Бога Это люди Которые живут В близких отношениях с Богом Я всегда расцениваю так Встречаю неудачника Висит у человека Нос до пола Я понимаю Что у него Нарушенные отношения С Богом Понимаете Как я разумею Если ко мне Пришла беда Или проблема Но я знаю Бога Но во мне Живет Дух Святой Что мы делаем В такой ситуации Мы начинаем молиться Богу И второе Мы начинаем Провозглашать Исповедовать Мы говорим Обстоятельствам Вон Мы говорим Болезням Уйди Убраться прочь Если атакуют дьявол Мы говорим Дьявол Во имя Иисуса Христа Убирайся Мне эти обстоятельства Не принадлежат Знаете Если пессимист Он соглашается С ситуацией Оптимист Никогда не соглашается Он берет эту гору Повелевает ей Во имя Иисуса Христа И она уходит С его пути И приходит На пути пессимиста И до этого У него была Одна гора И потом Две горы А потом Три горы И так Вся жизнь до конца До скончания века Вот у меня есть Хороший секрет Для вас Сегодня Прими решение Скажи Я буду оптимистом Во Христе И Иисусе Я буду Человеком веры Я буду Побеждать Обстоятельства Я буду Побеждать Как написано Царство Я буду Воскрешать Мертвых Я буду Исцеляться У меня будет Хорошая Самая лучшая Работа Мой бизнес Будет Самый Просветающий Потому что Со мной Господь Как сильный Родоборец Аллилуйя Вы знаете Вот такой взгляд Верующего человека Так много людей Читают Слово Божьего Но не имеют Откровения Что есть Путь веры Есть путь Оптимизма Есть путь Оптимизма Есть путь Веры Способен Побеждать Побеждать Рождать Великие Чудеса Но почему-то Большинство Верующих Людей Их устраивает Пассивно Жизнь Вот подумайте Об этом Об этом Не учат В церкви Людям Не помогают Оверкам Переходить Побеждать Своих обстоятельствах И из-за этого Проблемы Остаются в жизни И накладываются Одна на одну И это Проклятие Превращается В твердыни Если вы Каратист Хотя бы Немножко У меня Дети ходят Крой на карате Мне так приятно Смотреть Когда они Ломают Доск Знаете Пришел мой внук Как-то Домой Деда Смотри Что я умею И раз Доск Положил Так Баба Но она Не поломалась А потом Ложит Четыре Когда нас учили Говорит Еще четыре Ломать Знаете Вот представляю Что такое Когда проблема На проблеме Вот Одну туску Легко сломать Но когда Знаете Ее накладываешь Одна на другую Там нужна Хорошая сила Там нужен Хороший удар Знаете Вот так Пессимисты Накладывают Проблему За проблемой В своей жизни И ты потом Говоришь Господь Я вроде бы Спасенный Я вроде бы Верующий А я Это сплошная Проблема Момент Когда я родился На землю Проблема Родилась Знаете почему Когда нас Не научили Когда нас Не вооружили Когда мы Не захотели Пробиваться Пробиваться Вот мне Мне нравятся Вот эти два парня Знаете Два случая В Библии Знаете Один это Иакова И сам И второй Это Форес И Зара Помните эту историю Кто помнит Помощите Когда они Выходили Из утробы Матери И они Бились В утробе И написано Младший Будь В порабощении У старшего Откуда Маскетии Были там В очлеве Матери Но они Уже Знали Он уже Дважды Меня Запнул Он говорит Из утробы Матери Вышел Держать Написано Запятую Помните Там такая История Вообще Она меня Водушевляет Та же самая История Происходила С этой Невестой Иуды Фомар Когда она Зачала И двойня Была у нее В очлеве И когда они Рождались Форес И Зара Они дрались Внутри И они Боролись За первого Ростка Знаете Меня вот Часто Смущает Вопрос Верующие Люди Всю жизнь Слушают Слово Божье Считают Библию Послушайте Внимательно Но никогда Не борются За первого Родства Никогда Не борются За победу Никогда Не борются За здоровье Никогда Не борются За процветание И знаете Такие люди Они часто Попадают В депрессию Знаете Почему Среди верующих Так много Депрессивных Людей Когда мы Не хотим Бороться За свое счастье Когда мы Не стоим В проломе За своего Мужа Знаете Когда кто-то Пытается Увести Твоего Мужа Ну пусть Дух Льва Проснется В тебе Встань В проломе Как львица Знаете В этой жизни Мир В котором Мы живем Дорогие Он порой Такой крыл Коварный Жестокий И в этом мире Побеждают Только сильные Только сильными Он будет делить Добычу Помните Исаия 53 Глава Хочешь быть Счастливым Человеком Начинай Бороться За свое Счастье Хочешь Быть Успешным Человеком Начинай Бороться За свою Жизнь Хочешь Быть Победителем Сегодня Прими решение Быть оптимистом Сегодня Нам нужен Другой Уровень Веры Сегодня Нам нужен Более Мощный Уровень Веры Дорогие Та вера Которая Проходит Через Огонь Вера Которая Проходит Через Воды Пойдешь Через Воды Они Не Потопят Тебя Пойдешь Через Огонь Он Не Барит Тебя Понимаете Нам Нужен Такой Уровень Веры Такой Уровень Оптимизма Откуда Он Приходит Оптимизм Приходит От Слышания Слова Божьего Вера Приходит От Слышания Слова Божьего Победа Приходит От Слышания Слова Вера приходит в то, что мы больше, чем победители. Послушаешь нормального пастора в церкви Любовь Божья. И как-то победист начинает появляться в жизни. Халлелуя! Понимаете, это не в пасторе дело. Это велик наш Господь, вы понимаете? Его Слово, оно говорит, оно учит. Это наши мозги, как цемент иногда бывает. Нам трудно воспринимать его. Знаете, я всегда советую верующим людям хотя бы раз в неделю читать одно Место Писания. Это одиннадцатая глава к Евреям. Это глава о мужах и женах веры. Женщины, у меня есть для вас хорошая новость. Если религия разрушает веру в то, что женщина может, то одиннадцатая глава Евреям говорит, и раб, эта блудница. Знаете, она вошла в родословную Иисуса Христа. Ее записали в Евреям одиннадцатая глава. Ее причислили к лику веры. Там читаешь и Сара тоже. Ввести со своим мужем. Она побеждала царство. Аллелуя! Знаете, я когда слушаю все эти бредни религиозные, я говорю, женщина не может. А я говорю, может, Федя может. В Библии написано, что наши женщины, они могут. Знаете, некоторым женщинам сегодня нужно твердыни дьявольски разрушить свою мозгу. Потому что это вот негативный пассив в религии. Когда мы воспринимаем эту ересь. И соглашаемся. И приходит, знаете, такая жизнь, жизнь поражения. Знаете, почему мы часто пессимистами становимся? Тогда в нас вкладывают, вкладывают, негативно вкладывают. Говорят, ты не можешь. У тебя не получится. Кто тебе, сыночек, сказал, что у тебя голова квадратная? Знаете, вот эти вещи в жизни. Я учился в советской школе. Да еще к тому же, еще в Грузии, вы знаете. В Георгии. Знаете, у нас были... А, сейчас будет искать. Это лучший место. И у меня были такие классные учителя. Я расскажу вам. Один был такой Александр Искандерович. Он был герой Великой Отечественной войны. Его грудь вся была в медалях. Когда на парад выходили, он всегда был первый. И его в школе держали только лишь потому, что у него медали на груди были. Но он был учителем математики. И тупой, как валенок. И он, когда нас учил, все, что я запомнил, Это когда он бил указкой по голове. И почему-то любил меня всегда бить. И хотя я был лучший ученик в классе. У меня все переписывали эту математику несчастную. А он подходил и бил меня. Чтобы я не делал их умными. Я никогда не забуду этого Александра Искандеровича. На половину еврей, на половину грузин. Он был half-Jew, half-Giorgian. И потом я узнал, что он был контужен. И, знаете, жалко, что таких людей допускали учить детей. И, знаете, детишек. И он, когда стоял, и вдруг контужить. И вот так грузин начинал. Он хватался за кашель и сказал, кого ударь? Я иду Тищенко. И он сказал, что он верующий, его можно бить. Он будет пощать. Знаете, вот среди таких контуженных живешь. Он сам должен быть такой, контуженный можешь сделать сам. И я вам скажу, честно, я не люблю религию. Я не люблю предрассудки. Нет, у меня как-то срабатывает какой-то, знаете, вот такой вот сторож внутри. Против неправильного учения. Когда верующие учат, что христиане должны быть бедными. Христиане должны быть неудачниками. Христиане, они не могут быть, там, к примеру, богатыми. Хотя в этом деле нужно быть тоже очень осторожными. И я понимаю многие вещи, почему об этом говорят. Но в то же время есть другой путь. Путь веры. Который знала эта женщина из 30-й главы притчи. Которой знали все вот эти вот герои веры с 11-й главы евреям. Итак, веселое сердце, дорогие, оно благотворное. Оно даже врачество, оно лечит человека от болезни, вы понимаете? Дай Бог нам сегодня иметь такое сердце. Если ты заметил, что на тебя иногда уныние приходит, депрессия. Гони ее прочь во имя Иисуса Христа. Знаете, недавно ученые провели такой эксперимент, исследование. Они изучали иммунную систему оптимистов и пессимистов. И они в шоке. Оказывается, у оптимистов у них даже другая гормональная система. Они не могут объяснить, как это. Но у них там гормоны радости. Вы знаете, что такое серотин, да? Это как серотонин. Да, это вот гормон счастья, радости, всего там. И знаете, вот у людей, которые по жизни оптимисты, у них больше даже уровень этого серотонина. Когда брали этого человека пессимиста, у них это зеро. Вообще пусто. Знаете, вот обидно и несправедливо, когда мы верующие люди. Когда мы во Христе Иисусе. И вдруг у нас этого серотонина, витамина Д, зеро. Почему это происходит? Вы знаете, во всем сегодня это вера человека в Бога. Знаете, вот два таких примера. Они там исследовали, в общем-то, оптимисты живут дольше. Запомните, запишите. Оптимисты болеют меньше. Оптимисты, они очень успешные в жизни. А пессимисты неудачники. Чаще болеют. И самое главное, запомните, умирают раньше времени. Вот почему нам нужно сегодня бороться с этими вещами. Знаете, вот Христа окружали очень интересные личности. И, знаете, Его окружали разные люди. Когда Христос выбирал себе учеников, Он выбрал себе таких вот, ну, взял Петра, знаете, такого харизматичного. Аллилуйя, оптимиста. И он взял, там, Фому, возьмем, допустим, да? И также Томас. Такой был интересный личность. Я до сих пор не пойму, как он оказался среди апостолов. Но третья личность меня вообще убивает, это Иуда. И вот давайте вот слегка быстро рассмотрим три личности. Когда нужно было что-то сделать, Христос говорил, Петр, иди и сделай. И Петр шел и делал. Знаете, я хочу, чтобы в церкви у меня были вот такие оптимисты, как Петр. Знаете, если бы хотя бы 10 человек в церкви, Дорогие, какое пробуждение будет на земле? Сколько спасенных людей, дорогие, а? Сколько мы приведем людей к познанию Бога? Дорогие, я посмотрю на вас всех. Я вас вижу оптимистом. Я вас вижу помазанным Духом Святым. Я вижу вас, людей, исполненных Духом Святого. Я вижу вас, проповедников. Я вас вижу, свидетелями. Свидетели Иисуса Христа. Не свидетели Его, а свидетели Иисуса Христа. Халюя! Знаете, вот такие три личности интересные. Что у вас всплывает в разуме, когда говорят Иуда? Что еще у вас всплывает? Иуда. Вы не называете своих детей Иуда? Нет, а почему? Знаете, что-то вот связано Иуда, ученик Иисуса Христа, да? Потому что с Ним связано какая-то история, правда, да? Он всегда был рядом с ящиком, деньги любил в церкви. Знаете, он всегда любил моменты в богослужении, когда сбор пожертвований происходил. Что-то у него было в сердце. Ну ладно, о нем не будем много говорить. У него тоже было определение от Бога. Но вот эта личность Фома меня просто восхищает больше всех. Знаете, истории, которые происходили с Фомой? Вот откройте Иоанн 11 главу, 16 стих. Это история, когда к Иисусу пришли и сказали, Лазарь, друг твой, Вифани, умирает. Ну, Христос растягивал, растягивал это время, чтобы он умер. К нему приходит и говорит, Лазарь, друг твой, умер. И написано, на четвертый день. Ты слышишь, на четвертый день. Ты не задаваешь Богу, Господь, ты почему так медлишь? Господь, ты почему мне не помогаешь? Некоторые уже упреки Богу посылают. А на самом деле Бог просто испытывает. Он поднимает уровень оптимизма в твоей жизни. Он просто проверяет, если у тебя есть вера. Сын человеческий, придя на землю, найдешь ли что, подскажите мне. Вера на земле. И знаете, Он просто испытывает. И не зря Он пришел на четвертый день после того, когда Лазарь уже умер. И вы знаете, вот первая такая новость приходит к Иисусу. Это Иоанн 11 глава, 16 стих. И когда Ему сказали, что Лазарь, твой друг, умер, посмотрите, что Иисус отвечает. Послушайте внимательно. Я радую за вас, что Меня не было там. Знаете, Иисус видел следующее чудо за проблемой. Что мы видим, когда нас посещает проблему? Большую ошибку делают многие христиане, когда они видят проблему. Но правильно делают оптимисты, которые говорят, А я из этой проблемы сделаю победу. А я из этой болезни получу исцеление. И я из этой ничтожной ситуации сделаю так, чтобы прославиться Бог на земле. Я получу исцеление. Я буду побеждать дьявола. Я буду переставлять горы. Через Меня Бог будет свидетельствовать, и люди будут познавать Христа. И вы смотрите, Он говорит, Я радуюсь, что Меня не было там, дабы вы уверовали. Христос всегда использовал такие тяжелые ситуации, чтобы из них сделать чудо. Но пойдем к Нему. И тогда Фома, слушайте внимательно. Такой активист, такой, знаете, оптимист. Знаете, что он говорит? И тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал всем ученикам, Пойдемте, и мы все умрем вместе с Ним. Знаете, такое классное откровение. Знаете, если Петра Христос спросил, за кого Меня почитают люди? Он говорит, Ты сын Бога живого. А другие называли, Ты пророк. А один из других учеников говорит, Ты учитель. Ты тот пророк Илья. Ты тот пророк Илья. И Петр встает и говорит, Ты сын Бога живого. Кто открыл тебе это? Понимаете, Петр всегда отличался чем-то таким вот духом оптимизма. А Фома такой умница, говорит, пойдемте, и мы все вместе с Ним умрем. Вот попробуй получить чудо. Вот попробуй в церкви исцелить, когда все пессимисты. Попробуй расти, если в церкви пессимисты. Паср, зачем нам надо расти вообще? Нам так хорошо, ты подходишь за нас, на каждого руки возлагаешь. У тебя на всех время хватает. Ой, нам так классно. Мы с тобой можем пообщаться. Мы тебе домой можем приехать. Подождите. А это определение Божье, чтобы церковь росла или нет? А это воля Божья. Он посылает, идите проповедуйте Евангелие всей Паре, научая христианик во имя Отца и Сына Духа Святого. Знаете, многие верующие придумали себе религию, удобную для своего состояния. Знаете, вот Фома, вот оно интересно, с ним все такие истории связаны. Помните, когда Иисуса распяли? И Он уже воскрес. И слухи ходят, ты слышал? Иисус Христос воскрес. И знаете, когда они рассеялись, написано, разбежались. Но после этого, они даже, эта новость собрала их вместе. Они собрались в этой комнате и что-то там беседуют, говорят, вы слышали? Иисус воскрес. И мне нравится реакция Петра. Я пойду, он первый угроб, помните, да? I'll go first. Что говорится? И Томас said what? I don't believe because they just put my two fingers in his wounds. Я смотрю на верующих людей. Я смотрю на верующих людей. Я смотрю на верующих людей. Знаете, сколько мне многие враны всовывали пальцы? Когда у нас разделение было, мне в глаза пальцы. There was a division. Our church had been just poked in my eyes, in my wounds. Тогда, когда ждешь оптимизма, когда ждешь поддержки, а тебе два пальца, ты еще поглубь, он говорит, поглубь, не засуну, я не поверю. Слава Богу, знаете, за серфа Христа. Я люблю всех. Наверное, потому что Бог наделил меня оптимизмом. Я вам скажу по секрету две вещи, которые меня делают оптимистом. Даже три. Это Бог, в Которого я верю. Он не дал мне упасть, когда вокруг меня все пальцы сували в одно место. Второе, это моя жена оптимист. О, Господь, спасибо тебе за такую жизнь. И третье, мои дети, вы знаете. Если бы не они, дорогие, я бы сегодня не прыгал перед вами и не скакал. Знаете, когда все Фомы вокруг неверующие называют, что-то рядом были такие, ну, хотя бы как в духе Петра, Халюйя! Ну, ладно, не будем там много говорить. Можно много говорить об этом, дорогие. Знаете, когда однажды на один скраб-ярд, где лежало много таких камней, на один двор, one yard was full of different rocks. Пришел один строитель, это было в Италии, и он так шел по двору, и он выбирал себе камни для строения. И дом, который он строил, ему нужно было подавать определенные камни. И он подошел к одному такому огромному валуну, и он смотрел на него двору. И говорит, бесполезный камень. Пошел там, выбрал какой-то другой камень, и ушел. После него зашел другой человек. Он подошел к этому валуну, он прошел все камни, ему не понравилось никакой, и он остановился именно возле того камня, который отверг строителей. Христос есть драгоценный камень, который отвергли строителей. И он посмотрел на этот камень. И размером такой, тонной на четыре. И говорит, заверните мне его, пожалуйста. Доставьте мне его на мой адрес. Это был Михаил, Майкл Анжело. Майкл Анжело, да? Скульптор, который сделал из этого камня самую знаменитую статую Давид. Вы понимаете взгляд? Один заходит и говорит, что это за мусор? Что это за куча навоза? А другой заходит и говорит, да, мне подарили лошадь. Дайте мою лошадь. Дайте мою лошадь. На тот же камень, который отвергли строители. Один смотрит, ну что это бесполезная вера? Там церковь по воскресеньям ходи, там что-то не протирать, ничего не всем отдавать. Вот так негативно многие думают, понимаешь? А думаю, а я пойду в церковь. Там в церкви есть Бог. Там есть такой пастор, который оптимизм поднимает на такую высоту, что жить хочется. Понимаете? Я вообще удивляюсь, когда толпы людей сидят в церкви и там такой пессимизм сеется. И сейчас они будут так возмущаться в церкви. Дорогие, ну мне приятно быть среди людей, которые люди веры, Слово Божие называют. Которые верят в свое будущее. Которые верят в настоящее. Которые побеждают горы. Которые творят чудеса. Люди, которые знают Бога. Понимаете? Нам нужна такая церковь. Нам нужен такой дух. Нам нужны такие богослужения. Которые животворят. Которые поднимают на Божьи высоты. Которые мотивируют сегодня проповедовать Евангелие. Халлелуя! Будь вот этим человеком, как Майкл Анжело, да? Знаете, вот, ай-яй-яй-яй, мне нравятся люди, когда говорят, пастор, а человек здесь стоит. Убери! I like people who come here. Why do you stand here? Please, make a miracle. Повезло же мне сегодня. Елена опять с выпущенной рубашкой пришел. Один раз прихожу в церковь лет десять назад. И после церкви подходит ко мне семья говорит, пастор, мы уходим из церкви. Я говорю, а почему вы уходите? А я, ты вышел на пробой с выпущенной рубашкой наружу. Я еще тогда вообще-то не понимал, какая разница, когда внутри. Я по жизни босяк вырос, знаете, как бы у меня в этом плане, я не знал разницы. Я с тех пор вот десять лет заправлялся, сегодня первый раз пришел выпущенной. Как будто бы специально. Вы знаете? Вау! Оказывается, я оптимистом стал. I became an optimistic person. Пастор, от нем вот ноги не омывают. Ну, дома у меня баня есть, по-моему скупался. Все нормально. Wash your feet in the church. You know, these questions, I like when people come to me and say, do you need to take care of this, move this chair? And you come to an optimistic person, please do this. Please, please come and send it 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 to you. Do you realize the difference? Пастор, у нас получится. Пастор, давай купим здание, свое собственное. Our own building. А пессимист, карман заглядывает, нет, ничего не получите. we won't make it. Вы покупайте здание. Я приду, повезу, даже на скамейку здание доплатят. Я уже вот так насмотрелся, пессимистов. I've seen these pessimistic people so many. I don't like to be a pessimistic pastor. I would like to come to church full of life, full of faith, full of annoyment, full of the fire of Holy Spirit, people who believe the Word of God, people who believe in healing, miracles, signs, people who go and sing and worship, they have Holy Spirit comes from them, God's fear. We won't get it worse. уже в этой жизни. Мы все потеряли ради Христа. We all lose us for the sake of Christ. We all lose us for the sake of Christ. We will praise you. мы выйдем, будем славить Бога. Нам нечего терять в этой жизни. Все уже потеряно. Everything is lost already. Вот драгоценная дорогая, которая нужна сегодня всему человечеству. Давайте мы на этом закончим. У меня много было, что с вами сказать, если мы продолжим эту тему. Мы будем продолжать эту тему. Пожалуйста, вынести. Ответьте мне на один вопрос. Вы что-то получили для себя сегодня. Давайте подарим Господу хорошие аплодисменты. Let's praise God. Давайте поем песню радости. Let's worship. Today in the morning, I was singing this song of joy. Did you have a song of joy prepared? When we wake up in a bad mood, who understands what I'm talking about? It's enough to come. lgchurch.org And we have such a great mood, this spirit of faith. Hallelujah. I will tell you moreover. His name, Jesus Christ, became a sacrifice for us. He took our sins. He took our sins. He took our outlaws, our problems. He took, дорогие, depression. He took on Himself He took on Himself. He took on Himself. All the words since He is you is Christ. In His wounds, we are healed. I don't know. I am trying to say something pessimistic, but I cannot. When I start talking, I see only good. Today Jesus is being an obstacle for many people, not suitable for many people. He is a pessimistic. They hear hell, the eternal fire. When I hear about Jesus, you know what I see. I came to give them a abundant life. I just raise my look and Jesus Christ and I see this flash and blood and my heart filled with joy. Who understands what I'm talking about? The devil is trying to lie to Christians. They are strong. They are not weak. The gates are narrow and the paths are little. But it's full of joy. Full of blessing. Full of presence of God. When He died on the cross, you know what? You took me from the earth. But instead, we sent Holy Spirit to so much. When it comes to their time, they will be optimistic. The people of faith so that by power of Holy Spirit they will overcome the sin. Overcome the sickness. Hallelujah. And today He is with us. You understand? What do you see when you look at the flesh of Jesus Christ? What do you see? Do you see this shed blood on the cross? Many believers when they are religious, when their faces are sad. Jesus died. Yes, He died in my heart. The most scary thing is when the dead is the most terrible when Christ is dead. when I look at this when I look at this, I see Him alive. I see Him resurrected. I see Him enter the heaven. I see Him sitting on the right of God's throne. Hallelujah. What's the difference? There is a look of faith and there is a look of pessimistic. That's why today when we take this blood the flesh of Jesus Christ reject any pessimistic and unbeliever's spirit the devil just put in your mind. Ask that Holy Spirit will come in your mind and in your heart and make you able to love God. So you won't miss a single service asking to fill you with the optimistic spirit. So you'll be the first in serving God. Ask Him, Holy Spirit, who will start a fire in your heart. And your children will follow you. And your husband will become alive and say, no, I have such a strong wife. And your wife will fall in love and say, oh yeah, such a nice husband full of power. We need Holy Spirit. We need to change our look. Understand. You may talk a lot about this. The older generation. Don't be afraid that it's time for you to die. ahead of you, there's the most, the best thing waiting for you. You may be afraid. Just go to the cemetery and say, oh yeah. But raise your hand and look at the car and say, oh yeah, I'm happy. It's a totally different looks. Very soon I will see the kingdom of kings. I like God, I believe in you. I understand. Christians, they don't die. They are not afraid of dying. It says in the Bible, I don't know what you have in your heart. You understand? We need to have such a spirit. I ask you now, wait a minute. So please, come up here. Come here. Let's pray together. Let's pray together. Let's pray together. Let's pray together. He's here, but he'll be in your heart and in your mind. Если тебе нужно покаяние, покаясь сегодня. Я не знаю, с чем связано. Может, там грех. Согрешая, человек может получить славу Божью. Как? Когда он кается. Согрешивший человек. Он превращает свою ситуацию в победу. Он идет к Богу. Совершает молитву покаяния. Бог восстанавливает его. И он снова живой для Бога. Вы понимаете, ну нет безвыходных ситуаций. There's no dead end situations. Когда я открываю Библию, она мне вот только об этом говорит. А бессимист открывает. О, вам попадешь. Бессимист открывает. Как там, я говорил, смотрит в книгу, и видит пассивные какие-то вещи. Дорогие, давайте мы сейчас с верой. Посмотрим на ломимое тело нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы примем решение быть человеками оптимистами. Где это возможно? Сегодня произойдет самое большое чудо в твоей жизни. Меня любят веселые люди. Но печальные меня очень часто критикуют. Почему люди, которые любят свою печаль, и так дорожат ее? Пастор, не разбивай мою печаль. Пастор, не разбивай мою печаль. Давайте позволим Духу Святому сегодня сделать нас людьми радостью и веселью. Да благословит вас Господь, дорогие. Благословениями неба. Да благословит тебя Господь, Бог мой. Да будешь ты самым успешным, помазанным. Да будет здоровье в твоем теле. Да будет дом твой наполнен радостью и весельем. Аллилуйя. Благословит тебя Господь, дорогие. Бог поддержит меня на пути моих дел. Даст мне крылья и силу лететь. Ничего не боюсь, потому что со мной Всемогущий и сильный Господь. Все могу.